Происхождение рейков до сих пор является объектом споров. Уфологи настаивают на их внеземном появлении. Они считают, что причиной их возникновения стали какие-то загадочные обстоятельства, которые сло. Общие черты криптидов схожи, несмотря на то, что люди, рассказавшие о встрече с ними, описывали их немного по-разному. Для всех рейков характерны такие признаки, как Безволосая кожа. Приплюснутый нос. Гипертрофированный череп. Осанка примата. Острые когти. Чрезмерная худоба. Их описывают как бездонные, водянистые, большие и круглые. Уфологи выделяют три разновидности рейков. Лесные, канализационные. Демоны Довера. Лесных рейков видели в парках, в отдаленных районах лесных массивов. Они проворны, чрезмерно подвижны. Своими повадками лесные рейки чем-то напоминают шимпанзе. Специалисты, изучающие загадочных существ, отмечают, что такие криптиды не агрессивны и легко идут на контакт с человеком. Предположительно, они умеют разговаривать, но речь их не совсем понятна. Эти существа объясняются жестами и часто что-то выкрикивают. Они не опасны и бояться их не стоит. Демоны Довера. Разновидность рейков. Обитающих вблизи одноименного города штата Массачусетс в США, у этих существ есть отличительные особенности. Их кожа имеет бежевый или слегка розоватый оттенок. Н. Рейк – персонаж, пользующийся в настоящее время большой популярностью. Кто-то считает его существом из потустороннего мира, кто-то думает, что это одичавший человек, внешность которого претерпела изменения из-за образа жизни. Некоторые и вовсе не верят в существование рейков и уверены в том, что легенды о них были придуманы специально. В 1964 году один американец оставил предсмертную записку, в которой описал встречу с загадочным существом. Именно эта встреча привела его к мысли о самоубийстве. После того, как ему пришлось заглянуть. В 1980 году испанец сделал запись в судовом журнале. В ней он поведал об ужасе, который испытал при встрече с рейком. Мореплаватель описал, что у загадочного существа пронзительные черные глаза и очин. В 2006 году молодая женщина описала страшную историю, которая произошла с ее семьей. Она с мужем и маленькой дочкой поехали в отпуск. Поездку планировали давно и были рады этому событию. Ночью женщина почувствовала что-то неладное. Она разбудила мужа и супруги увидели загадочное существо, сидящее на кровати у их ног. Оно было одновременно похоже на безволосую собаку и на человека. В тот момент женщина не испытала страха и почему-то подумала, что ему нужна помощь. Существо медленно сползло с кровати, приблизилось к мужу, потом удалилось из комнаты. Супруги поспешили в детскую, испугались за ребенка. В коридоре они встретили загадочного человека и его лицо было окровавлено. Существо поцарапало девочку острыми когтями и впоследствии она не выжила. Перед смертью дочка успела сказать, что его зовут Рейк. В этот же день муж женщины разбился на машине. Тогда она попыталась рассказать всем о своей беде и, возможно, предостеречь других, рассказать об опасности. Но ее историю отказались публиковать.